В 2011 году в Мир впервые услышал радиопостановки от первого лица, в которых изображаются ситуации с персонажами-вампирами. А уже через год студия, выпустившая эти постановки, Риджет, выпустила Атоме-игру, развивающую сюжет и персонажей этой вселенной. Юлия должна была рассказать, что такое Атоме-игры. Атоме-игры — это такие игры, в которых есть персонажи, и с ними можно иметь романтические отношения. Это очень странно, но весело. Следующий. Слайд, пожалуйста. Игра вышла под названием «Дьявольские возлюбленные» под заголовком «Жертвенная невеста». И она сразу же выделилась на фоне других визуальных новелл. Критики... Следующий, пожалуйста. Критики отметили удачное использование готической атмосферы, присущей игре. И жестокий, а не романтический характер. В общем, «Дьявольские возлюбленные» — следующий. И по сей день считается самой неповторимой, уникальной и самой мрачной визуальной новеллой, у которой тонны фанатов по всему миру. Вот как, например, вот эта девочка с подушкой голого лайта. Какие неудачники покупают подушки с персонажами их любимых игр. Итак, о сюжете. Следующий. Очень кратко, к сожалению, мы не сможем полностью насладиться глубоким лором дьявольских возлюбленных. Потому что время поджимает. Итак, в мире демонов разразился некий вирус. Следующий. Вирус — это вот он, что ли? Нет, вот он. Это он вирус. И король вампиров, Карл Хайнц, можно следующий, пожалуйста, решил создать новую расу демонов. То есть он решил, что проще эволюционировать, чем победить это заболевание. Он назвал это проект «Адам и Ева». Для этого он взял себе три жены. Можно следующий слайд, пожалуйста. В надежде, что хоть одна из них родит ему какого-то необычного ребенка, у которого будет иммунитет к этому вирусу. Но, вопреки его безумным планам, следующий слайд, у него родились абсолютно нормальные шестеро сыновей-вампиров. Далее Карл Хайнц в какой-то момент времени он проникся симпатией к людям. И он захотел создать расу таких бессмертных существ, у которых есть чувство как у людей и магическая сила как у вампиров. Ну, потому что демоны не могут испытывать романтические или какие-то там светлые чувства. Он поселил своих сыновей в человеческом мире, и он начал присылать им человеческих девочек, чтобы хотя бы одна из них смогла пробудить в них романтические чувства. Однако, как я уже выразилась, они не способны чувствовать, плюс у них у всех какие-то детские травмы. И в этом заключается главная фишка дьявольских возлюбленных. Это неадекватные мужики. Они такие вредные, противные, прям как в жизни. И они убивают этих девочек. Четыре из них даже убили своих матерей. В частности, Аята, Каната и Лайта убили свою маму Картделию. Можно следующее, пожалуйста? Все про гуманизм. Да. Они убили... А, нет, нет, следующий. Предыдущий, пожалуйста, еще давайте. Давайте еще посмотрим на эти замечательные гифки. Вот, они убили свою маму, и один из ее любовников, Рихтер, по совместительству брат Карл Хайнса, взял ее сердце и с помощью магии поместил это сердце в тело брошенной, мертворожденной девочки. Она была выброшена на какой-то помойке, как говорит Википедия, но я не знаю. Затем Рихтер отдал этого младенца священнику, чтобы Карл Хайнс не нашел ее. Карл Хайнс нашел ее. И через 16 лет он выкупил ее и отдал своим сценариям на растерзание. Можно следующий слайд, пожалуйста? И вот это и есть главная героиня Юи Камои. Так вот, это база, это основной сюжет. И суть игры в том, что игрок выбирает одного из братьев, Юи проникается им, они влюбляются друг в друга. Но, к сожалению, в аниме нельзя выбрать одного персонажа. И в этом таятся проблема аниме. Аниме делам пришлось покромсать и перемешать все сюжетные линии. И у них получился такой некрасивый салат. Они дали этот салат нам и сказали такие, кушайте маленькие, не обляпайтесь. Вообще очень непонятно все получилось. И плюс каждая серия длится по 10 минут вместо стандартных 20 или 22. И минута еще опининг, и минута рейдинг. Спасибо, фанаты девольских возлюбленных. Аниме не раскрыло поднокотные игры, но, видимо, оно было настолько популярным, что, ну, успешным, вернее, что оно получило второй сезон. Второй сезон повторяет сюжет второй игры, соответственно. В ней мы знакомимся с еще четырьмя вампирами, следующий, братьями Муками. Четыре парня бескровного родства, которые сплотились, будучи нищими беспризорниками. Карл Хайнц превратил их в вампиров, чтобы они сыграли роль змея-искусителя в проекте Адам и Ева. То есть из-за них братья еще больше бесятся и истерят, по сути. В этой части уже десять персонажей, и у каждого из них своя сюжетная линия. И это хорошо для игры, потому что у нас есть разнообразие, но плохо для аниме, потому что, потому, у аниме не было концовки. Они не знали, какую концовку придумать. Ну, они показали, они раскрыли братьев Муками, но они не объяснили, что это за проект Адам и Ева. А ведь зрители, которые не играли в эту игру, они не понимают. Они ничего не понимают. В первой части была концовка, потому что в первой игре у каждого есть общий сюжет. У каждого персонажа, каждый персонаж объединен общим сюжетом. Это то, что в теле Юи просыпается Корделия, там, сознание или душа, если угодно, Корделия. И она хочет завладеть телом Юи. Ну, вы поняли, откуда, ну, в кого пошли эти сыночки. И в первом сезоне есть концовка, во второй ее нет. Второй сезон окончился Клиффхенгером. Еще они показали каких-то двух персонажей из третьей части, о которой, опять же, люди, которые не играли в игру, не знают о них. Можно следующий, пожалуйста. Они как бы говорят, ждите третий сезон, мы там все объясним. Но третьего сезона, внимание, 10 лет прошло. И его до сих пор нет. Абсолютно. Если вам когда-то было интересно, кто это, спасибо, это братья Цукинами, Карла и Шин. Они принцы перворожденных. Перворожденные – это такая раса демонов, от которых произошли все другие демоны. Это как все демоны взятые вместе. То есть и вампиры, и оборотни, и змеи, и все самые живучие твари. И я упоминала вирус в начале. Вот перворожденные умерли от этого вируса, почти все, и они единственные оставшиеся. И они хотят продолжить популяцию. Ну, так как они мужчины, да. Они считали, что Карделия, они искали Карделию, потому что Карделия – это перворожденная, она не вампирша. Но Карделия мертва, а ее сердце находится у Юи. Поэтому они похищают Юи и пытаются с ней что-то делать. И также в конце игры, можно следующий, пожалуйста, слайд. Один из братьев Сакамаки убивает… Сакамаки – это фамилия шести основных братьев. Один из братьев убивает Карла Хайнца, наследует его силу, его статус. Но вы не подумайте, Карл Хайнц сам этого хотел в этот раз. В этот раз парни не виноваты в его смерти. А в четвертой, последней игре, появляется потерянный брат Сакамаки. Седьмой брат Кино. Можно следующий слайд? В отличие от своих братьев, он родился не от женщины, а от миазмов Карла Хайнца. То есть от волос, ногтей. Как-то он материализовался, короче. И его подобрали нищие демоны-зомби. В надежде, что Кино когда-нибудь унаследует силу Карла Хайнца. И он принесет процветание их району, и они заживут счастливо. Поэтому Кино охотится за Юей и ее братьями. Ну, в общем-то, вот весь сюжет. Правда, выходили еще три мини-игры, но там не было новых персонажей. Он немного, ну, несущественно расширяет вселенную. Также были комиксы и радиопостановки. Или CD-драмы, как по-английски их называют. Как я говорила, это аудиопостановки от первого лица. И это лучший контент по дьявольским возлюбленным. Знаете почему? Потому что создатели решили выкинуть серьезный тон игры в окно. И они начали писать комедийные ситуации под персонажей. Вот примеры сюжетов этих постановок. Персонажи должны принять участие в обязательных школьных спортивных соревнованиях. Парни играют в японский вариант «Правда или действие». В настолке, можно следующий, кстати. Да, спасибо. В настолке они рассказывают друг другу страшные истории. Они пытаются подобрать Юе какое-то новое необидное прозвище. Спойлер, у них не получается. Они ходят на шашлыки, пикники, на горнолыжные аттракционы, просто аттракционы. Ходят на пляж, на горячие источники. Потому что куда же без этого. Они пытаются работать учителями, докторами, массажистами и кассирами в типа японской пятерочке. Они даже попали на шоколадную фабрику в Вилли Вонке однажды. И они здесь такие же мразоты, как и обычно, но также они огромные дураки. И, естественно, это очень смешно, это очень забавно и интересно. Я мечтаю, чтобы эти драмы адаптировали под аниме. А не тот... Ну просто то, что они адаптировали. Они адаптировали какую-то кастерированную версию сюжета. Это никуда не годится. Я думаю, если бы они экранизировали это, у них бы было больше фанатов, у них бы была более лучшая репутация. Ну вот на такой грустной ноте. Можно следующий слейд? Последний. Спасибо. 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 …